Друзья, сейчас заезжаю на новый объект Привез мешочки Объект небольшой Мешков всего 400 штук Открываем нашу лестницу Здесь все завалено говнищем Это местный дворник Прикватизировал Устроил себе склад Поднимаемся сейчас на самый-самый верх Даже выше верхнего этажа Пока поднимемся на седьмой этаж Даже в прохладную погоду припотеешь Ладно Поднялись наверх Здесь у нас типичный вход на чердак Но у нас здесь не чердак А квартира Пойдемте Так, вообще у нас дом 1910 года постройки Ну, обычно доходный дом Пчелкино, если что Вот, но здесь мы, как видим Это, по сути, чердак Переделанный в квартиру Юридически это считается Нежилое помещение Но, по факту, жилое Обычно, чтобы взглянуть на крышу Петербурга Нужно вылезти на чердак Здесь просто достаточно посмотреть в окно Сейчас на чердак мы слазим обязательно еще с вами Так, квартира у нас небольшая Около, по-моему, 43 квадратных метра Здесь даже сделан такой второй этаж Такой топчан Скорее всего, здесь Жили какие-то Южные братья, скажем так Говорят, здесь есть выход на чердак Ну, когда разберем, посмотрим То есть, по сути, у нас задача здесь Все разобрать Снять каркас Здесь все же обшито гипсокартоном Забить штукатурку Ну, в общем По сути, вернуть чердак В первозданное состояние Так, еще одна комнатка Глухая, без окна Здесь у нас Заложен проем Но сейчас посмотрим С другой стороны С стороны чердака Все, собственно Вот такой фронт работ В общем-то, небольшой Я думаю, Игорь здесь За недельку справится Ну, мужик, пойдемте с вами Конечно же, полазим по чердаку Самое интересное, правда? Так, сейчас я постараюсь включить свет Интересно Так Небольшой свет Пойдем прогуляемся по чердаку Здесь стоит кровать Стоят тарелки То есть, тут явно кто-то жил Какой-то Уася Так А здесь у нас Машинное помещение Лифт То есть, лифт, который В другой парадной Не там, где я поднимался Возможно, здесь тоже надо будет В дальнейшем Что-то разгребать Так Тут у нас сквозные проходы По всем чердакам Вот она, шахта лифта Кстати, тут можно взглянуть Ладно, туда не полезу Так Цель Цель посмотреть крышу Хороший вид Район станции метро Чикаловская Много проводов Ну все Сильно гулять не буду Много дел Надо идти дальше Вон интересный дом Настроены Не просто один А два этажа На чердаке Часто поднимаясь По таким лестницам Я вспоминаю Сергея Бодрова И культовый фильм В котором он снимался Брат Когда поднимаюсь По лестнице Он читал стихотворение Я узнал, что у меня Есть огромная семья И тропинка И лесок В поле Каждый колосок Речка Небо голубое Это все мое Родное Всех люблю Наследие Это родина моя Здравствуйте Сегодня мы с вами находимся На улице Ропшинская Окончен очередной объект Общей площадью 40 квадратных метров Что было выполнено Из работ Из прошлого видео Которое снимал Дмитрий До своего отъезда Мы могли наблюдать Что данный объект Делился на 4 части Первая Это кухня Первая комната Вторая комната И санузел Здесь располагался туалет Здесь душевой поддон Все части данного объекта Разделяли между собой Гипсокартоновые перегородки Которые в процессе Демонтажных работ Были удалены Также была удалена Вся штукатурка Со стен До кирпича Был очищен потолок Выполненный из гипсокартона С наполнением Стекловаты И которая была Обернута в пленку Также в процессе Демонтажных работ Было обнаружено Что уже На полу Есть готовая стяжка В итоге Заказчик принял решение Данную стяжку Не удалять Оставить как есть И впоследствии Он зальет ее равнителем И на этом С полом Будет окончено Также Здесь В данном месте Располагалась лестница Которая вела На второй ярус Данного объекта Ее также Принято было решение Демонтировать Впоследствии Здесь Будет Вновь Отстроена Новая лестница Которая будет Вести на второй ярус Но будет она Выполнена Под углом Как указано На данной стене Еще хочу Обратить ваше внимание На один момент Который удалось Встретить На данном объекте Причем Такие моменты Очень часто Встречаются В парадных Старого фонда То есть Мы видим Как лестничный марш Немного провален И каким образом Это решают Ответственные службы Они заливают Просто Это все Цементом Но Если понять Корень самой проблемы То можно Увидеть Следующее Сейчас мы с вами Пройдем И посмотрим Как возможно Выглядит Один из вариантов Такой проблемы Вот мы заходим Подвальное помещение И вот мы видим Балку Которая держит Весь этот Лестничный марш То есть Первый этаж И ее состояние Так сказать Вызывает Большие опасения То есть Здесь все По большому счету Надо Как минимум Усиливать А лучше Менять Так что Если у вас Аналогичная ситуация Есть над чем Задуматься Всем спасибо Еще есть Немного Контента Для тех Кому интересно Что же Мастера Находят В процессе Демонтажных Работ На объекте Сегодня Повезло Большему Моему помощнику В процессе Демонтажных Работ Он Обнаружил Кошелек С небольшим Количеством Денег Спрятанный За батареей Возможно Это Хозяин Припас На черный день Либо Может быть Эти деньги Отдали ребенку Чтобы он играл Так как Насколько я знаю Они уже Не котируются Все Всем Счастливо Также В процессе Демонтажных Работ По просьбе Заказчик Была удалена Часть Кирпичной Кладки Для дальнейшей Установки Здесь Лестницы Которая Будет вести На второй Ярус Очень Красивые Окна Парадные Для тех Кто угадает Номер дома Ну вернее Не номер дома Что за улица Тому респект Ладно Мы идем В квартиру Фух Занесли Все вещи Мешки Игорь Привет Иди Принимай Душ Ты хотел Так у нас 82 квадратных метра Четырехкомнатная квартира Потолки Тут Не очень высокие Примерно 2 72 80 В общем Полный Демонтаж Игорь здесь Первый раз Я уже Третий Вот Изначально Были мысли Можно что-то оставлять Но правильное решение Все Все убрать Все Включая батареи Так что Здесь Проем Также убираем Здесь Деревянная стена Между Комнатами Естественно Все полы Отдельный санузел Выгораженный Ну вернее Даже не санузел А туалет Чисто туалет Ванной Здесь нет Здесь На кухне Поставлена Душевая Так И Одна комната Которая была Более-менее сделана Жилая Вот Это вообще была Насколько я понимаю Коммунальная квартира Но в прошлый раз Я не удержался Сделал Надрез И конечно же Как обычно То есть Затянули Лишь бы не видеть Этот срам Ну что Игорь Какие планы Сколько дней Сколько дней Я боюсь Оставить прогнозы Ну ладно Мы будем стараться Побыстрее Затягивать Ну желательно Надельки за две Можете ложиться Ну плюс-минус Понятно Коммуникации Все поменены Проблем не должно быть Поэтому все Все снимаем Все Жарко Скорее бы Прохлад Ждем понедельник Начинаем Всем привет Закончили очередной объект 80 квадратов Значит что было Выполнено Из работ Здесь Раньше была Перегородка Были Значит Две двери Ну то есть Перегородка Разделяла комнаты Здесь была одна Соответственно вторая И из этой комнаты Был проход В следующую комнату Вот По работам Все По стандарту Значит сбивали Вначале Штукатурку С потолка Затем Перешли К стенам Вот 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 эта стена У нас Граничит С соседями Поэтому Ее мы сбивали Вручную Так На полу Что у нас на полу На полу У нас был Ламинат И паркет Ну в этих комнатах Был паркет Со щитами Вот его сняли Аккуратно Значит Собрали всю Подсыпку Вот А дальше Здесь у нас Была Перегородка Которая отделяла Одну комнату От другой Ее также Успешно Демонтировали По просьбе Заказчика И дизайнера В дальнейшем Здесь Будет Какой-то Их личный Проект Вот Теперь Что Сложностей Особо сложностей Никаких Не встретили Вот За исключением Того Что Сломалась Болгарка Когда Перепиливали Второй Швеллер Ну Бывает Случается Маломощная Оказалось Вот Из находок Была значит Найдена Одна монетка Кому интересно Можете зайти в инстаграм Посмотреть Вот Также здесь Некоторая живность Лежала под полом Так Оставили Опять же По просьбе Дизайнера Не знаю Заберут Или выбросят Вот Значит Теперь Передаю Объект В руки Константина Всем здрасте Он Будет Продолжать Здесь Работы Значит По заливке Полом Снимаем Видео По просьбе Дмитрия Так как Он сейчас Отдыхает В солнечной Ялте Передаем Привет Хорошего Отдыха Скорейшего Возвращения К нам В строй Ждем Всем Счастливо Пока Пока Также В процессе Всех Демонтажных Работ За мной Наблюдали Домовенок И его Чика Еще Забыл Сказать Вот Означает Вот так Вот Продолжение следует